В Террасполе планируют вернуть к жизни каток Снежинка. Несколько лет каток не работал. Накопились большие долги за электроэнергию. Чтобы не потерять каток, его передадут городу. Об этом в интервью ТСВ рассказал глава Минэкономразвития. В последние несколько лет это предприятие, несмотря на меры поддержки по сокращению тарифа, по всевозможным отсрочкам, не смогло справиться с финансово-хозяйственной деятельностью. Оно бросло большими долгами и полностью прекратило свое функционирование. Тем не менее, из этой ситуации было найдено решение. Государство заинтересовано в том, чтобы такой объект, как каток, был в Террасполе. Как отметила Сергей Аболоник, задачу восстановить каток и снова открыть его для посетителей ставил президент. Сейчас идет процесс передачи катка городу, чтобы столичные власти включили его в программу развития. Восстанавливать каток планируют вместе с городским стадионом. Это будет единый спортивный комплекс. Сейчас как раз в Терраспольской госадминистрации готовятся мероприятия по восстановлению, по проектированию работ по Терраспольскому городскому стадиону. Есть возможность и государство сейчас объединить эти два объекта, как каток и Терраспольский городской стадион, с тем, чтобы создать единый спортивный центр, который мог бы работать круглый год. Обновленный каток по плану будет с искусственным льдом. Чтобы играть в хоккей и заниматься фигурным катанием, можно было в любое время года. Еще планируют сделать крытые площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...